по вкус ты вот друзья смотрите эксперимента ради поставил эту катушку на свою уже избитую веками бас пару 6 и 3 она уже и так чуть короче стал уже выручка делана переделана ломан и переломан и классе медиума этой палки 1 грамма но удилище претерпевал броски и 70 граммов приманок поэтому в этом смысле конечно качество бланка до связующего много и видимо качество изготовления бланка на на высоте и поставил вот эту катушку с этой тяжеленной шпулей но вы ее видели вот этот китайский за роша с не за роша с я за роша с не выговоришь как я уже сказал что все они в этой ценовой диапазоне от двух до трех там с половиной чуть-чуть в классе они одинаковые количество подшипников минимальная здесь мне прислали тормозилку восьми с восьми с восьми тормозными кулачками вот на последней рыбалке с более мощной палкой тоже одноручный показывал бросал воблер 21 грамм составник свимбейтик такой пластиковый и 3 кулачков не хватало приходилось придерживать пальцем и было невнятно сейчас я пас включил 4 кулачок шум из-за того что тормозная значит вот этот вот вот это восьми лучевой сам крепежик как его назвать для этих кулачков вообще башка уже не варит к вечеру он болтается там надо просто подложить видимо там микрошайбу сделать это и создает вот этот вот шум кулачки можно ничего не делать пофигу но вот на четырех кулачках вот вы сейчас видите риверт уси 16 грамм при такой тяжелый я не знаю как это одна пуля грамм 40 весит с намотано шнурком здесь 150 метров и как видите я бросаю ну пускай не туда же мы палка то не кидучий одной рукой бросая но это феноменально значит в чем преимущество скажешь да ни в чем преимущество значит во первых она тяговито эта катушка это раз да еще что я сделал я сделал привод от шпули к водилу так как она здесь не отключаемая смазал жидким маслом ну как делают и кастомайзер на этих катушках в стриме стримеры форелевых там у них поменьше там две с половиной тысячи старой обушки или к под них там делаются там чуть по она поменьше диаметром они смазывают там во первых все на подшипниках полностью у них и они жидким маслом минимум смазывают не густым кстати у нас своих мультах можете сделать то же самое привод к бесконечнику и подшипники бесконечника самого смазывать жидким маслом подшипники я и так жидким сюда смазал а вот при вот эти вот пластиковые шестеренки нет нет смысла их вообще мазать густой смазкой они там на на них нет такой нагрузки жидкой смазки по крайней мере там водил это не бегает как здесь но вращение будет сама легче тоже густая смазка она все-таки попробуйте смазать всю катушку жидким маслом даже ваш этот самый редуктор ну естественно конечно он будет жужжать но почувствуйте какая легкость вращения будет так вот здесь вот она еще дает этот легкость броска саму за счет того что привод стал легче ходить по жидкому маслу шестеренка сама соответственно она не на подшипники значит вот довез катушки по 300 грамм ручка здесь здесь вот эти набалдашники противовеса дополнительную резиновую ручку на пластиковой основе я сделал здесь кучи бокситки то что тут все треснут и по факту вот это вот удилище вот таком вот наручном варианте длиной 6 и 3 с такой тяжелен вот и одной рукой бросаю чуть-чуть придерживаю пальцем и вот так вот держал до высоко не спорю но по факту балансировка в руке вы прям просто не чувствуете эти сна этой снасти при том условии что вот вам чем не лодочный вариант допустим неприхотливый лодочный вариант допустим или для малых рек прудов вот как здесь со средним приманкой озер точнее лесных как вариант ну а какое-то особое преимущество конечно искать от этой катушки конечно же какая-то тяжесть есть определенная особенно если вы там после легкого мульта возьмете такую снасть но еще раз говорю эта катушка она выносливая в тяге достаточно мощные тяговые особенно с родной ручкой ну он даже с этой маленькой ручка у него нормально тяга как для приманок так и для вываживания рыбы такой вариантик в идеале было бы заказать как я говорил седловидное седловидный катушкодержатель но его можно найти только в японии насколько я успел заметить ну пиндосов тоже наверняка есть но японцы очень фетишируют на это дело стоит он что-то там за облачных денег а который тот из металлические он из алюминиевого сплава делается крепким ну либо самому заказывать у фрезеровщика по факту вот получается что был вообще в идеале потому что катушка тогда ложится ниже и у нее нет вот это вот эффекта за заваливание тяжелого ну как бы еще легче вам будет потому что на али нет абсолютно точно там обычные прямые там стримеры тоже используют форелевые катушкодержатели под такие одноручные у ручка подлиннее чтобы баланс какой-то еще был видимо они все прямые с разными точеными гайками а такой себе один отложил вот ну если найду седловидного сделаю на нем и бланки одноручные должны быть мягкие потому что жесткий бланк будет выламывать вам руку он должен не должен быть длинный длинше шести и пяти как правило они не бывают по моему вот эти стримовые палки да и вы если одноручные удилищи на таких вот целей будете изготавливать и пускай это там не чистое стекло пускай это композита даже может быть графитовый бланк между прочим ну просто сопливый параболик какой-нибудь или регуляр как минимум лучше сюда это может быть даже рекфаст но достаточно сопливый они как правило все и такие используют вам дальние забросы делать не надо одной рукой вы не сделаете смысла нет а вот я на руку кида и не испытываю дискомфорта то что весь вес здесь в руке а более длинной палкой на раз более легкой катушкой конечно это было бы проблематично делать более менее энергичный там тоже на динамике делает однорукие броски тон только вот этом обучающим видео делает а по факту то он в общем такая опять-таки это же развлекательное видео больше про то как я вот быстренько сделал эту катушку для развлекательных таких вот прикольных целей причем еще раз говорю а и а это по фигу чего кидать вообще она выдерживает вот грубо говоря смотрите у диапазона от 16 грамм и до до полтоса вы да даже больше просто вы не бросите с одноручные палки куда второй рукой придерживаться смысла нет как и вплоть до тяжелых приманок спокойно можно отработать ну знаете что я хотел еще вам тут усугубить немножечко перца подсыпать для про спортсменов потому что я знаю что очень многие рыболовы любитель но не многие там часть из них стремятся стать спортсменами и думают что вообще по большому счету хотя я и называл там спортсменов про но из них про единицы на самом деле они очень известны ну среди пиндосов среди пушек я не знаю там за ними не слежу особо там забосят никами я имею ввиду среди пиндосов они стоят как скотт мартин я просто войну известный там душу мэн уже тому что он так назвать но он действительно если посмотреть его обучалки видео майкл каннели вот эти вот старикашки такие более-менее 4 с памяти вылетел кто там еще там ну их там несколько таких уже старых известных они ведут свои каналы популярные у них реклама им дает большой рекламы они удачливые но что такое удачливость в спорте вот многие думают что надо быть а вы знаете что среди спортсменов что из наших что среди пиндосов среди них специалистов вот по рыбной ловли вот непосредственно по каким-то там рыболовным таким вот секретным протоколом вообще единицы основная часть то что используют спортсмены это знание тех приборов которые находятся у них в лодке и это действительно так разбираться в гаджетах то есть локация и холод panoptics вот у нас сейчас внедрили да уже фум паловцы там используют panoptics все это действительно другая нет надо там надо надо чё надо-то он смотрит panoptics и ведет рыбе на морду а вот без знания как надо подавать приманкой он не всегда и выловит поэтому найти то рыбу он нашел с помощью приборов к тому же места уже известные вот вот известные спортсмены как правило могу лет который выступает что у нас что пиндосы они же знают на каких озерах они там будут никаких водохранилищах они там будут выступать они все знают прекрасно знают всю локацию все значит там где есть рыба они уже знают осталось что сделать вот вы говорите это надо все ночью то что тут узнать вот они знают есть рыбы вот они успевают на своих моторках на туда подъехать расположиться найти по их а лоту эту рыбу и по panoptics и начать ее ловить все но что тут нужно знать тут нужно знать какие приманки использовать опытные знают более-менее протоколы вот эти все я который называю алгоритмы алгоритмы динамики приманок алгоритма цвета приманок выбора исходя из времени года температура воды прозрака вот этого всего они подбирают приманку активности рыбы вот это знают далеко не все они видят в panoptics рыбу начинает перебирать тупо приманки и ловят те которые знают что делать они ну грубо говоря у них шансов поймать больше этих шансов больше вот и все а и тот и тот спортсмен между прочим бывает так что вот эти вот которые протоколы рыболовные плохо знают секреты вот эти все душу опыта недостаточно они надо даже бывает что опережают опытных ну так бывает данной рыбалки не туда встал не так что то уже грубо говоря попал под какие-то капризы рыбные поэтому что так у нас ломанулись то в спорт ребята вообще во первых это спортсмену практически это тунеяйца если он хочет но скажете там не все могут заработать не все а чё там да надо стать титулованным чтобы тебе были спонсоры платили спонсорские даю как питерцов но он там сколько лет он уже в спорте естественно он грубо говоря там уже нарисовался уже звездой стал на выставке на это на все а по факту он грубо говоря очень четко знает вот эти все места локации рыбные они ездят только по таким вот когда это вне соревнований по местам где он не поедет же суда вот кто-то там не говорит вот кто-то спецы там не надо там написывают там комментарии но приезжайте я на к на видео сниму ваш протокол поведение на водоеме хочу боитесь если вы спец я сниму на видео ваш протокол поведение и мы посмотрим какого спец сразу определим чего можете сделать так что вот если вы заметили я опять сейчас ставлю кренки ну по осени я бы их и летом ставил дело в том что испытывал какие-то другие приманки вот своих вариантах какие-то еще записи делал поэтому поводу как правило записи на все в голове потому что уже столько пройдено лет различные приманки чего я только не использовал и абсолютно четко могу вам сказать и не только по своему опыту а мой опыт богат и так что я могу вообще не только на свой опираться опыт что кренки как воблер облавливают мину в круглый сезон просто облавливают вот у нас большое количество миножников просто ну таких которые смотрят вот этих вот чудо блогеров миножных вот и тупо подражают покупая скупая миножники но это не нормальное явление это явление из области психиатрии конечно сто процент так и есть это я так мягко еще выражаясь а по факту кренк как воблер с различной степенью заглублений всегда обловит и меньше зацепиться всегда обловит да да но вы можете тоже размером подыграть что у вас будут и шнурки то что говорят что вот там не говорят а точнее так оно есть что немножко ты шнурка лова в основе свои на 90 процентов если на 99 а все остальное это влетает крупная это даже шанин подтвердил потому что потому что специфика такая просто раз объяснял будет у меня видео скоро где объясню динамика и что такое и как именно какой твиченко хотя это все говорила в одном видео сделаю что такое твиченко по-настоящему который может что-то решать способов разные ну вот объясню более досконально еще такой джиггинг по нашему то что люди даже блогеры известные который имеет там одного нашел 68 тысяч подписчиков а видео одни и те же и ступенька и ступенька g это ребята по моему это диагноз так что спецы приезжайте сюда ко мне я посмотрю протокол вашего по я вам почему объясню даже где какая рыба изобилует но если может так выразиться превалирует и посмотрю протокол ваших действий запишу на видео и покажем по интернету протокол своих действий могу показать и кстати не весь его показывал то что это будет тогда уже грубо говоря канал надо будет закрывать просто прк вот это все разложу по полочкам хотя еще раз говорю оговариваюсь практически там через видео оговариваясь таких сюжетах которые я смотрю очень много людей пропускает мимо ушей потихонечку подложу варианты и в заключение скажу что цвет не второстепенен кстати как многие думают эта ошибка какая когда-то человек думает он делает большую ошибку потому что он очень много у не знает и не понимает что он делает на воде когда говорит что света раз теперь нет цвет между прочим он никак не второстепенен он иногда даже выходит на первое место но он идет параллельно с вашей динамикой так что такое развлекательное видео спасибо за внимание